В преддверии Дня Святого Валентина все цветочные магазины полны заказов. У влюбленных в голове сотни мыслей о том, чтобы такого необычного преподнести своему спутнику жизни. Ведь этот день является отличным поводом, чтобы выразить свои чувства. Но, пожалуй, лучшим подарком и по сей день считается тот, который сделан своими руками. Никита и Вероника вместе уже пять лет. Они точно знают, как порадовать любимого человека. Пара отправилась в салон красоты, чтобы подарить друг другу праздничное настроение. Ребята убеждены, для того, чтобы сделать любимому приятный сюрприз, повод не требуется. Однако какие-то маленькие приятные неожиданности именно в День Святого Валентина они друг другу, конечно же, устраивают. Приятный день, прежде всего, с утра начинается. То есть его нужно начать как-то хорошо, проснуться, может быть, чуть пораньше. Если хочешь немножко сделать сюрприз, то можешь умыться, кофе сварить. Ну, то есть какие-то такие вещи, на самом деле бытовые, но когда жизнь такая уже степенная, привычная, вы уже вместе постоянно, уже достаточно и каких-то таких мелочей. Главное захотеть просто. Я пишу письма. Вот. По возможности я их украшаю, там, обклеиваю, клею сердечки, делаю конфетти. Вот, ну, вот так, да. То есть каждое письмо, оно как бы уникально. Уникальная бумага, уникальный конверт, ручка, все подбирается там по случаю, по настроению. Молодой супруг поделился воспоминанием про самый запоминающийся подарок. Им оказалась обыкновенная конфета. Парень в тот день вовсе забыл про праздник, но случайно обнаружил в кармане сладкий презент. Зато девушка до сих пор вспоминает этот дар. Никита же с той поры старается радовать супругу особенными подарками ручной работы. Наверное, это, да, какой-то подарок, который ты делаешь своими руками, вкладываешь туда душу. В моем случае это какие-то поделки из дерева. Еще со школьного возраста делали из фанеры разные фигурки. И вот я своей супруге тоже дарю такие поделки иногда. Важно помнить, что залог счастливых отношений совсем не в мехах и бриллиантах. Не нужно тратить много денег, чтобы осчастливить любимого человека. Ведь главное – это внимание и способность подарить ему частичку тепла.